Приветствую вас, уважаемые мужчины! Приветствую всех гостей моего канала! Сегодня у нас прогноз на декабрь 2019 года. И начну я его со знака весы. То есть, мужчины, рожденные под знаком весы, данный прогноз будет для вас. Итак, какие события вас ожидают в декабре 2019 года? Начнем. Какой будет фон месяца? Какие события ожидают в сфере работы? Какие события ожидают в сфере бизнеса? Какие события ожидают в сфере финансов? Как сложатся отношения со своей партнершей? Вообще, как сложатся отношения для тех, кто имеет пару? И какие события ожидают свободных весов в декабре месяце в личной жизни? Дальше. Что уйдет? И что придет в декабре месяце? Итак. Что у нас здесь получилось? Фон месяца. Девятка чаш. Ну, вообще, отличнейший фон месяца. В первую очередь, и самое главное, он говорит о том, что вы будете очень довольны. Очень довольны собой. Очень довольны происходящими событиями вокруг вас. Очень будете довольны то, что вы получите в декабре месяце. И, кроме того, у вас наверняка будет повод что-то отпраздновать. Ну, я уже вижу, что этот повод вполне может быть в сфере работы и может быть в сфере бизнеса. Если посмотреть на сферу работы, то есть, кто работает по найму, здесь выпала карта Солнца. Ну, вот, как говорится, тут без комментариев. Солнце, оно и есть Солнце. То есть, что-то произойдет такое положительное на вашей работе, что, ну, скажем так, оправдает даже сверх того все ваши надежды и все ваши мечты. Если кто не имел работы, он трудоустроится. Если кто мечтал о повышении, его могут вполне повысить. Если кто-то хотел уйти, уволиться с этой работы, найти что-то поприличное, поступит предложение. И вы его примите. И новая работа окажется намного... Ну, скажем так, новая работа будет, это просто сказка, это просто мечта, именно то, что вы хотели. Так скажем, что тут, как говорится, больше не прибавить, не убавить. Вот. Что касается бизнеса. Десятка чаш. То же самое. Даже по картинке мы смотрим. Идет... В данном случае здесь свадьба. Ну, в бизнесе свадьбы нет, но тем не менее. Как говорится, карта намекает, просто шепчет и говорит и кричит, что, друзья мои, либо вы заключите просто роскошную сделку, либо вы получите результат от какой-то сделки, причем неожиданный результат, либо вы закончите какой-то проект, причем закончите очень его удачно, с прекрасным финансовым результатом, либо вы откроете новый бизнес, и он у вас очень быстро пойдет в гору. То есть, в данном случае Десятка чаш, она говорит праздник, еще раз праздник, еще раз праздник. С бычем мечт. Просто вот, просто с бычем мечт. Ну, на этом я и остановлюсь. Дальше идем. Финансы. Выпала карта Шут. Что ж, финансы, скорее всего, могут преподнести вам сюрприз, дорогие мои. Но сюрприз приятный. Исходя из вот этих карт, сюрприз будет очень приятный. То есть, у вас может появиться новый источник. Извините. Новый источник доходов. Причем, карта также говорит, что этот источник, этот доход, это финансовое поступление, они могут связаны с определенной долей риска. Ну, вот как говорится, решите вы на что-то такое, он может, ну, на что бы раньше не решились. То есть, доля риска в данном случае, доля риска будет очень высока. Липан или пропал. Либо вот эти финансы, они будут вами получены на каком-то драйве. Понимаете? Вот загорелись что-то и вперед. И, как говорится, не видя, что вокруг, вот к цели, к цели, к цели. И вот именно на этой волне вы получили именно новый источник доходов. Или просто доходы получили. Причем хорошие доходы. И есть, как говорится, вот девятка чаш, она говорит, есть повод что отпраздновать. Поэтому финансы, финансовая сторона вряд ли вас огорчит в декабре месяце. Скорее всего, обрадует. Обрадует и добавит драйва, добавит уверенности. Не исключено, что вы, как говорится, рванете куда-то за деньгами, в другую сторону, в другой город, в другие края. Это тоже не исключено. То есть, какой-то вот идет новая волна. Да, в финансовой сфере у вас ожидает новая волна. Уж откуда это будет волна, с чем она будет связана, тут, как говорится, у каждого свои нюансы. Дальше, друзья мои, отношения. Здесь у нас выпал отшельник. Ну, что-то вам в декабре захочется побыть наедине. Как-то, ну, не скажем, что совсем отстраниться от своей партнерши, но вот как-то вот может замкнуться в себе, может уйти в себя. Ну, вот о чем-то подумать. Вот, о чем-то подумать. И не исключено, что, что бы вам не предлагала ваша партнерша в декабре месяце, вы будете отказываться. Ну, отказываться, может быть, в силу того, что вам не совсем это будет подходить, или это будет неинтересно. Вот. Но я больше склоняюсь к тому, что вы будете очень сильно погружены в себя. Да. В свои мысли, в свои чувства, в свои желания. И поэтому вот эта концентрация на своем внутреннем «я», на своих внутренних желаниях, она как бы заставит вас немножечко, вернее, добавит охлаждение в ваши отношения с партнерши. Может быть такое. Может быть, это кратковременно. Все-таки месяц, срок маленький, поэтому, может, какой-то день-два, может, три, может, у кого-то чуть побольше. Вот. Ну, это просто вот так обстоятельства сложились. Это будет, как бы сказать, ваша необходимость что-то обдумать. И, скорее всего, серьезное что-то обдумать. Свободные, свободные весы. Здесь у вас выпала четверочка Пентакли. Ну, вот такое ощущение, что присмотрите вы себе какую-то партнершу новую. Вот объект, так сказать, своего внимания. Вот. Этот объект вас будет манить. Но там будет не все так просто. Будут какие-то препятствия. Либо эта новая партнерша будет занята. Ну, может, замужем. Может, у нее просто будет свой партнер, так сказать. Вот. Либо она будет выше вас по статусу. Ну, вот что-то будет вам мешать вот так пойти на абордаж, как говорится, и предложить ей свои отношения, свою руку или сердце, или еще что-то. Или, как говорится, просто вот познакомиться. Что-то будет мешать вам. Но, тем не менее, шанс есть. Просто нужно покреативить. Подумать хорошенько, с какой стороны обойти, с какой стороны подойти к этой новой партнерше. И, в принципе, это проблема решаема. Ну, проблемка будет. Вот только вот в этом плане. Дальше. Что уйдет? Десятка мечей. И, слава Богу, как говорится, туда и дорога. То есть, уйдут. Либо какие-то, может быть, недомогание какое-то у вас было. Оно уйдет. Может быть, какие-то проблемы были. И они уйдут. И, кстати, вот и доказывают, если это касалось работы, то действительно эти проблемы уходят. Как говорится, пришло солнышко. Пришла удача. Пришли новые отношения. Пришли новые возможности. И пришел успех. Дальше. Что придет? Тройка жезлов. Ну, вот, опять же говорю. Придут новые возможности. Новые горизонты вы увидите. То есть, вы как бы, знаете... Вот, кстати говоря, солнышко, где в сфере работы, оно еще говорит о том, что у вас откроется как бы другое зрение. Вы по-новому увидите то, чем вы занимаетесь. Вы по-новому увидите свои навыки, опыт, куда вы его можете приложить. И вообще, как говорится, перед вами четко прорисуется картинка. Как говорится, тем ли вы занимаетесь, туда ли вы идете, тем ли путем идете. Так вот, похоже, благодаря вот этому солнцу у вас погаснет. Маяк погаснет. То есть, погаснет старое представление. Старое отношение к чему-то. И вы начнете действовать по-новой. Новый, как вроде бы... Как новые горизонты увидите, понимаете? Это может быть и в сфере работы. Это может даже в сфере отношений быть. Финансово, да где угодно. Вот. Главное, главное, вы увидите новые горизонты. Причем не только горизонты увидите, но вы увидите пути, дороги к этому горизонту. И они будут... Вот эти методы, может быть, способы, они будут отличаться от прежних. Как вы раньше поступали. Понимаете? Каким способом, методом идти. То есть, идет как бы новое представление, что вы можете сделать, как вы можете сделать. И, в общем-то, это отлично. Это внесет струю, новую струю в вашу жизнь. И, в принципе, девятка чажа говорит, есть повод отпраздновать. Возможно, именно это приведет вас вот в такое радостное возбуждение и желание отпраздновать это. Ну и дай бог, дай бог, дай бог, как говорится. Поэтому желаю вам, уважаемые мужчины весы, пусть у вас все получится. Пусть у вас все сбудется, пусть у вас все будет хорошо. И удача, и деньги, и здоровье, и счастья вам. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, уважаемые мужчины-скорпионы. Приветствую всех гостей моего канала. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас прогноз на декабрь 2019 года для знака скорпион. Итак, какие события ожидают скорпионов? В декабре 2019 года. Каким будет фон месяца? Какие события на работе? Какие события будут, ожидаются в бизнесе? Какие события ожидаются в финансовой сфере? Как сложатся отношения для тех, кто в паре? Какие события ожидаются в личной жизни для свободных скорпионов? Что уйдет в декабре и что придет в декабре? О, как интересно. Ну ладно. Итак, фон месяца. Здесь у нас выпала семерка чаш. Мечты, мечты, где ваши грезы? Вот почему-то идет такая фраза сразу же. Первая. Да, о чем-то вы будете мечтать. Мечтать. Возможно, даже мечты будут связаны с разными сферами жизни. Не будет такой определенной концентрации, что вот именно это, или именно это, понимаете? Но есть маленький риск, что мечты настолько высокого полета, что шансов, что они сбудутся, ну очень мало. Скажем так, не исключено еще, что в декабре вы будете витать в облаке иллюзий. Да. А может быть это связано будет с какой-то ситуацией, с каким-то обстоятельством, и вы неверно проанализируете эту ситуацию, и будете питать какие-то надежды на развитие, на определенное развитие ситуации, а на самом деле, может, чего-то не увидите, чего-то не разглядите, и, естественно, будет, с вашей стороны будет ошибочное мнение. И это, конечно, приведет, может привести потом совсем к другому результату, не к тому, которому вы ожидали. Так, что по работе? Рыцарь Жезлов. Ну да, на работе, скажем так, будет желание уйти. Да, будет, у кого-то из вас будет появиться желание уйти с этой работы. Я не скажу, что вы в декабре уже уйдете, но готовность, готовность к уходу будет очень высокой степени. Может, это действительно будет связано с вашими, вот так сказать, возвышенными желаниями. Может, это будет связано с каким-то предложением. Что-то вам пообещали, что вас это, так сказать, энергетически подпитало, и вы стали мечтать именно об этом. Вот, и в связи с этим у вас, естественно, появилось желание уйти с этой работы. Либо желание что-то там переделать, либо желание попасть на какую-то другую вакансию. Тут могут быть, как говорится, всякие нюансы. У каждого могут быть свои. Но то, что может появиться на работе какая-то такая, знаете, энергетика неудовлетворенности происходящим, энергетика неудовлетворенности, то, чем вы занимаетесь, или как к вам относятся, или малой перспективой на будущее. Вот все вас подвигнет задуматься, а не пора ли отсюда линять. Вот как-то так, дорогие мои. То, что касается... Кстати, это может быть временным. Временным таким состоянием души, временным настроением. Ну, тем не менее. Мечтать, как говорится, не вредно. Вот. Что касается бизнеса. Кто занимается бизнесом? Здесь выпала карта мир. Ну, друзья мои, к чему... Что-то подходит к концу. Возможно, к концу подойдет ваше желание заниматься дальше этим бизнесом. Может быть, вы измените свое отношение к этому бизнесу. Вы захотите какую-то провести реорганизацию, какую-то новую струю. Может быть, вы захотите взять партнера. Но то, что вот как шел ваш бизнес, да, как он протекал, вот это, пожалуй, может закончиться. То есть идут перемены. Перемены. Как вроде старый этап заканчивается и наступает новый. Кто займется, займется новым бизнесом в декабре, то тут тоже вполне возможно, что к концу декабря вы полностью пересмотрите бизнес-модель. Возможно, бизнес-модель своего бизнеса. Или, возможно, перекроите напрочь свой бизнес-план. Но, опять же, с чем вы пришли в начале открытия своего бизнеса, в конце декабря у вас может все абсолютно поменяться. Финансы. Шестерка чаш. Ну, финансы, в принципе, в спокойном состоянии. Беспокойства тут абсолютно никакого нет. То есть, если даже какие-то трудности возникнут, у вас есть поддержка. У вас есть на кого опереться. Есть, возможно, даже какие-то старые запасы из прошлых накоплений. Либо ваши финансы могут пополниться возвращением старых долгов. Поэтому беспокоиться нечем. Более того, вы даже сами можете оказывать помощь. В декабре оказать помощь финансовую либо членам, вернее, родственникам, либо друзьям. Там, как говорится, уже по необходимости. Либо, как говорится, вложиться куда-то. Вложиться, причем, если вложиться, то в данном случае будет вложение на дружеской основе. Не абы кому, не абы с кем, как говорится, а вот именно кому вы доверяете, кому тянется ваша душа. Ну, вот в данном случае тут, конечно, не ошибиться. Быть осторожнее с желаниями, с иллюзиями и с мечтами. Есть риск, как говорится, просчитаться. Но, тем не менее, декабрь пока никакими цунами не грозит. Дальше идем. Отношения. Как сложатся отношения для тех, кто имеет пару. Здесь выпала звезда. Ну, что можно сказать? Кто-то из вас, возможно, встретит в декабре бывшую партнершу. Партнершу из прошлого. Вот. И это, конечно, всколыхнет ваши чувства, ваши желания. Вполне возможно, захочется повторить то прекрасное время. Вот. Может, может такое быть. Ну, а вообще, карта звезда, она говорит о том, что человек надеется на будущее прекрасное, более прекрасное, более хорошее отношение со своей партнершей. Мечтает об этом. Да. Мечтает, какие эти отношения должны быть и что они со временем именно такими и будут. Ну, еще, пожалуй, добавлю, что, возможно, кто-то из вас свою партнершу увидит в новом свете. То есть, ваша партнерша заиграет, вроде бы, как новыми гранями. Как звезда засияет, понимаете. И вы, как говорится, увидите ее, ну, совершенно другое, скажите, вау, вот эта женщина, вот эта женщина с большой буквы. Вот так она даже может быть. Что касается свободных скорпионов, здесь у нас выпал император. Ну, вы знаете, вот мне тут любовь не идет. Ну, никак она у меня не идет здесь. Вот такое ощущение, что вы вот нарисовали себе какой-то образ жесткий, вот, как говорится, до и... со всех сторон. Вот она должна быть вот такая, 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 такая. И ни шагу назад. И ни грамма в сторону. Понимаете, в чем дело? И вы, как вроде, сидите и ждете. Вот когда такой, такая кандидатка, такой объект появится на вашем горизонте. Причем, понимаете, даже у меня такое ощущение, что вы сами-то и не прилагаете усилия к поиску своей партнерши новой. А как вроде бы сидите и ждете. Вот она должна сама прийти и предложить вам, как говорится, себя. Вот как-то так почему-то мне видится. Причем, понимаете, угодить вам очень сложно. Угодить сложно, причем вы настолько жестко, жестко подходите к отношениям. и, скорее всего, эти отношения не исключено, что взяты как образец от ваших родителей. Может быть, и такое. Вот что жена должна быть такой-то, такой-то и такой-то. Должна слушаться, должна подчиняться, должна, как говорится, выполнять все, что вы будете требовать. Ну, не знаю. Ну, в декабре я не вижу, что вы можете встретить эту партнершу. И, в общем-то, благодаря тому, что вы сами не будете предпринимать никаких усилий. Ну, я вот так вижу. Дальше. Что уйдет? Восьмерка чаш. Ну, во-первых, что-то изменится действительно и, скорее всего, изменится в вашем мировоззрении. Что-то вы пересмотрите, друзья мои. Ну, я вот почему-то думаю, что это, скорее всего, связано с работой и связано с бизнесом. Вот. Да, поменяете вы что-то. Поменяете. Откажетесь. Я бы так сказала даже. Откажетесь от чего-то. От чего-то. Захочется вам чего-то нового. Да. Захочется чего-то нового. Ну, это может быть, кстати, вполне и уход с работы. Закрытие бизнеса. Отказ от каких-то отношений. Разрыв с какими-то партнерами. То есть, вполне состоится, может состояться в декабре. И все, как говорится, расстанетесь окончательно и бесповоротно. Что придет? Карта смерти. Карта смерти, конечно, это трансформация. Это что-то новое. Вот, опять же, они в унисон. Старое умирает, новое приходит. Вот. Идет обновление. Идет полная трансформация. Может быть, и это ваше воссознание. Может, и подхода к жизни даже, понимаете. Может, произойдет какое-то событие, которое, ну, как перевернет вашу душу, может быть, перевернет ваши мысли, ваши методы, подходы к чему-то или к кому-то. И вы решите, как говорится, начать жизнь с чистого листа или начать отношения с чистого листа. Или начать свой бизнес с чистого листа. Или свою профессию, работу. То есть, понимаете, вот такая бы глубинная трансформация. Больше, пожалуй, мне тут добавить нечего. Интересный довольно получился у вас скорпионный расклад, я вам скажу. Нетривиальный. Нетривиальный. Особенно, конечно, вот по карте смерти. Ну, это, скорее всего, к концу месяца. Какое-то, может быть, даже какое-то прозрение вас ждет. Как говорится, намечтайте чего-то. Ну, я желаю вам, чтобы вы намечтали то, что вам нужно, то, что вам полезно, то, что для вас, вот именно для души, для дела, для пользы. И пусть у вас все получится, все сложится. Пусть месяц, декабрь, принесет именно те дивиденды. Неважно, где и в чем, в какой сфере. Именно те дивиденды, на которые вы рассчитывали, о которых думали, и о которых мечтали. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мужчины-стрельцы и гости моего канала. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас с вами прогноз на декабрь 2019 года. Для мужчин, рожденных под знаком Стрелец. Итак, давайте посмотрим, какие ожидаются события в декабре 2019 года. Каким будет фон месяца? Какие события ожидаются в сфере работы? Это кто по найму. Какие события ожидаются в сфере бизнеса? Кто бизнесом занимается? События в финансовой сфере? Как сложатся отношения с партнершей для тех, кто имеет пару? Какие события ожидаются в личной жизни для тех, кто свободен? Что уйдет в декабре месяце? И что придет в декабре месяце? Итак, приступим. Все карты видны. фон месяца. Выпала семерка мечей. Вот знаете, похоже, декабрь месяц у кого-то может быть довольно непростым. В плане, знаете, в плане приоритетов. Что-то вы пересмотрите, что-то вы перепланируете, что-то захотите изменить. Как бы, знаете, нарисовать картину своей жизни по-другому немножко. Может быть, не обязательно в целом жизни, как говорится, все-таки это всего лишь месяц. Может, вы пересмотрите свой подход к каким-то отношениям. Может быть, к работе. Может быть, в отношении с партнерами. Тут, как говорится, любые могут быть варианты. Вас много, как говорится, и у каждого будет все свое. Вот. Либо, знаете, возникнет необходимость скрыть что-то. Что-то скрыть. Или, как говорится, напустить туману. Замылить кому-то глаза на какую-то ситуацию, которую именно вы хотите скрыть. Вот. Может быть, даже кого-то обхитрить. И это может быть. Ну, вот такая вот какая-то интересная, может быть, интересная ситуация в декабре, связанная как раз с такими необычными вашими решениями или вашим поведением. Ну, давайте посмотрим по сферам. Первая сфера у нас, сфера работы, кто работает по найму. Выполоверховная жрица. Ну, вот уже, уже как раз, как говорится, идет резонанс. Не исключено, что либо вы будете что-то на работе тщательно скрывать. Очень тщательно скрывать. Кто-то из вас, возможно, откроет какую-то тайну, узнает какую-то конфиденциальную информацию, которая от вас скрывалась. Вот. И этот вариант может быть. И также не исключено, что может быть интрига со стороны какой-то женщины. Или вы начнете интригу с какой-то женщиной. Ну, может, не знаю, может, она вам будет мешать. И может быть, что-то вы от нее хотите получить. тоже не исключено. Кстати, если она обладает какой-то тайной информацией, которую вы будете, хотите узнать, то, естественно, вы будете вот так себя вести, чтобы ее выпытать, выведать в ней. Вот. Кто без работы? Кто без работы? Ну, тут можно что? Что тут можно вам сказать? Ну, с работой непросто. Да, с работой будет непросто в том плане, что вы будете ходить на собеседование. Но можете нарваться, можете нарваться на такие моменты, когда вам не захотят открыть всю правду. Да. Открыть всю информацию, что же там вас ожидает. Вот так вот. Да. И, естественно, можно напороться не на то, чего хотелось. Поэтому, если вы будете ходить куда-то трудоустраиваться, обязательно постарайтесь обладать всей информацией. Вот. Вычислить все подводные камни, что от вас пытается скрыть новый работодатель. Кстати, те, кто работают, тоже не исключена ситуация, что ваш работодатель тоже может что-то от вас скрывать. Что-то он от вас хочет, но не раскрывает полноту картины. Что за этим последует? Чем чревато это для вас? Или действительно, что вы от этого получите? Так что будьте внимательны к любой информации, которая будет у вас на работе. Дальше. Кто занимается бизнесом? десятка, десятка, десятка у нас тут выпало, друзья мои, жезлов. Ну, непростая карта, скажем так, да. Если у вас какие-то в планах были, какие-то заделы, какие-то, сделки, или хотели бы с кем-то познакомиться, или продвинуть свой бизнес на более высокий уровень, так скажем, да, но для этого вам именно понадобилась бы поддержка каких-то людей, то в данном случае вот эта поддержка, ну, она не будет в той мере, которая вам нужна. может маленечко будет, вот чуть-чуть-чуть, но вот именно в полном объеме, что вам требуется в декабре, ну, вот как-то по этой карте я не вижу такого, не вижу. Как вроде, знаете, тут идет отсутствие взаимопонимания с окружающими, ну, может быть, это, знаете, может быть, с вашими, как говорится, работниками взаимопонимания не будет, может, с вашими партнерами, может что-то темнить, начнет, как говорится, ваши контрагенты или ваши клиенты или крупный клиент там, тут все может быть, но вот то, что будет какой-то туман, вполне возможно, что вот такой ваш фон месяца как раз связан с этим туманом, и, собственно говоря, и по работе то же самое. Поэтому продумайте все свои шаги, все свои входы и выходы, вот, если у вас какие-то есть цели или какие-то планы, и, как говорится, просчитайте все препятствия и интерес не только свой, но и интерес тех людей, с кем вы хотите взаимодействовать. Финансовая сторона дела. Ну, здесь у нас выпала дама жезлов. Дама крутая, дама энергичная, не исключено давление со стороны этой дамы. Я не знаю, может, это ваша партнерша по браку, может быть, ваша партнерша просто любовная, ваша подруга, так скажем, да, вот, может быть, партнерша по бизнесу, но с ее стороны будет идти какой-то нажим, чего-то она захочет от вас добиться, да. Насколько вам это интересно, это другое дело, но довольно-таки решительно она настроена, очень решительно настроена. Получить тот результат, который ей нужен, насколько он вам будет нужен, это другой вопрос. Может быть, да, может, потребуются деньги вашей супруги, и она будет вас, как говорится, типа, ничего не знаю, давай, и все, и точка. Вот, может, ваша подруга то же самое скажет, хочу к Новому году вот то-то, купи мне бриллианты. Ну, я, конечно, шучу, хотя и такое тоже бывает. Вот. То есть, будет идти давление. Именно и тем запомнится декабрь, что именно влияние какой-то женщины. Ну, конечно, для кого-то, возможно, эта женщина проиграется как партнер, как помощник, который может вам принести пользу своей вот этой умением продавливать вопросы, действовать энергично, напористо, так что и такой вариант не исключен. И по работе, может быть, это такая ваша коллега, что пробьет и выбьет, и то же самое и по бизнесу. Вот такие пироги. Так, отношения. Как сложатся отношения с вашей партнершей? Здесь у нас выпала тройка жезлов. Ну, что-то новенькое появится в ваших отношениях однозначно. Что-то вы пересмотрите. Может, это с вашей подачи будет, может, с подачей вашей партнерши. ну, как-то, вот, знаете, что-то как вроде как отомрет. Что-то отомрет. Какие-то чувства, может быть, погаснут. Может, первый пыл погаснет. Либо вы сами, понимаете, либо вы сами захотите чего-то новенького, чего-то свеженького. Вот как-то вам, может быть, порох закончится в ваших пороховицах, поэтому вас потянет на что-то новое. Ну, вполне возможно, что это и желание займить новую партнершу. Не исключенный такой вариант. Либо требования своей партнерши новизны в ваших отношениях. Новизны. Причем новизны такое, что раньше такого между вами не было. Не возрождение как старого, а вот именно чего-то нового, креативного, греющего, зажигающего, драйвового. Вот как-то так. Кто свободен, стрельцы? Да, выпало солнце. Ну, что ж, есть большая вероятность задружить. Есть большая вероятность встретить свою подругу судьбы. вероятность новых отношений, причем очень таких для вас радостных, позитивных. Причем эти отношения могут вас привести к серьезным планам, вплоть до того, что не исключено, что вы, как говорится, быстро решите вопрос и станете жить под одной крышей. То есть так все будет бурно, так все вот на таком позитиве, на ожиданиях счастья, что ли. Даже, знаете, не ожидания счастья, а скорее на чувстве счастья. То есть вы почувствуете себя счастливым, что вот наконец-то, наконец-то я встретил ту, которую хотел, и с ней я буду счастлив. Так что смотрите, смотрите, вполне возможно. Карта Солнца, она многообещающая, очень многообещающая. Кстати, может быть, даже, вы просто пересмотрите, вот это Солнце может зажечься даже внутри вас. Вы, может, поменяете свои требования к новой партнерше. Да, по-новому, как говорится, взгляните, как заводить знакомство, как налаживать отношения, как создавать этот новый союз, чтобы он был гармоничным и счастливым. Может, вполне. Так, дальше, что уйдет? Семерочка жезлов. Что уйдет? Ну, вот, первая информация идет, что-то вы скроете однозначно. И скроете так глубоко, так далеко, как говорится, запечатаете за семью замками, что никто не докопается, никто не узнает, и, как говорится, и все будет просто для вас в шоколаде. Да, может такое быть. Причем, понимаете, это не сейминутное какое-то действие, вы это уже, ну, так скажем, давненько это делаете, пытаетесь вот это что-то упрятать, что-то зашифровать, запечатать. Да, то есть, понимаете, даже, знаете, не то, что давно, но вы знаете, уже знаете, как это сделать. Да, не на интуиции, а вот именно четко знать. Уже и информацию собрали, и способы, и методы, и как-то вот так вот. То есть, эту тему вы закроете окончательно в декабре, и больше не будете этим беспокоиться. Вот, как вроде бы, знаете, уничтожили документы, все. Фактов подтверждения нет. Тема закрыта. Больше никто не докопается, никто не докажет. Вот почему-то идет такая информация. Ну, либо какие-то отношения. таким же образом вы категорично прекратите. Отстоите. Или, возможно, даже какую-то проблему жесткую решите. Тоже ее закроете раз и навсегда. Что придет? А придут новые планы. Рыцарь Пентакли. Новые планы. Новые цели. Или перед вами откроются новые горизонты. И тут, как говорится, придется остановиться и подумать, каким путем идти. Каким путем идти. Чтобы было все практично, разумно, трезво. И, как говорится, выхлоп был большой. Да. Новые горизонты, друзья мои. И в первую очередь, финансовые горизонты. Уж не знаю, в связи с чем это будет связано. Может, как раз с вашей реструектуризацией ваших мыслей, ваших планах, ваших целей. Вот. Ну, перспективы богатые. Да. Придут перспективы богатые. Тут, как говорится, все зависит от вас. От ваших действий, от вашего подхода, грамотного подхода, практичного подхода. Чтоб никаких эмоций, чтоб никаких там ах, сейчас как заскочу, и все, и мое будет. Нет. Тут все, шаг за шагом. Каждый шаг просчитан. Вот. Каждый шаг просчитан. Но перспективы очень хорошие. На этом я заканчиваю, уважаемые мужчины-стрельцы. Как говорится, дай бог вам, чтоб у вас все получилось. Дай бог вам вот этих шикарных перспектив. Пусть у вас все сложится, пусть у вас получится. И будьте счастливы. До новых встреч на моем канале. Приветствую вас, мужчины-козероги. Приветствую гостей моего канала. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на декабрь 2019 года. Итак, что ожидает, какие события ожидаются в этом месяце для вас, уважаемые козероги. Фон месяца. Угу. Интересно. События на работе. События в бизнесе, кто занимается бизнесом. События в финансовой сфере. Как сложатся отношения для тех, кто имеет пару. События в личной жизни. Что уйдет в этом месяце? И что придет в этом месяце? Итак, приступим. Так, сейчас посмотрю, что тут у нас. Ну, вроде бы все видно. Фон месяца. двойка мечей. Ну, что сказать? Идет какой-то нежданчик. Либо событие какое-то, либо какая-то новость, какая-то информация придет. И это все, оно заставит вас, ну, скажем так, прийти в состояние растерянности. Своего рода шок будет. Как с этим поступить? Что с этим делать? Это не говорит о том, что это что-то плохое. Нет. Просто эта неожиданность, она вами не была просчитана. То есть, не ожидали вы с этой стороны. Вообще вы не ожидали, что это может произойти. Ну, давайте посмотрим, какой сферы, может быть, увидим по сферам, где это может, где этот нежданчик может случиться. Сфера работы. Кто работает по найму? Семерка чаш. Ну, вот тут как-то, знаете, особо нежданчиком не пахнет. Тут больше вы, как вроде бы, витать будете в каких-то мечтах, в иллюзиях. Может быть, даже кто-то вас чем-то поманит, чем-то завлекет. Может, какое-то предложение нарисуется интересное и любопытное, и вы будете, как говорится, проигрывать в голове. Ах, как там будет хорошо, ах, как там будет все замечательно. Вот. Своего рода мечты, иллюзии, и вот такие плавания больше эмоционального характера, чем практического. И, в общем-то, критичности особой нет, конечно, в декабре месяце по этой карте. Но единственное, что нужно быть осторожным, не принимать на веру стопроцентно какие-то события, какие-то предложения, какие-то слова, вот, а все-таки более трезво подходить. Иначе может получиться не тот результат, который вам нужен. То есть, надо быть обязательно осторожным. Но не исключено, что вот, именно вот такое ваше состояние, мечтательное состояние связано как раз с этим нежданчиком. Вполне возможно. Кто-то занимается бизнесом. Выпала шестерка жезлов. Ну, тут все замечательно. Новые проекты, новые предложения, новые клиенты, признание. Самое главное признание. Вот, как вроде бы вас приняли в более элитный клуб, в более элитное окружение состоятельных людей. Не исключено, что это появление нового партнера, новые предложения. Замечательная карта, очень замечательная. Так что, тут, как говорится, не добавить, не убавить. Дальше идем. Финансовая сфера. Финансовая сфера. Здесь у нас семерка мечей выпала. Вот тут, понимаете, по семерке мечей какая-то интересная ситуация сложится. Может, она для вас окажется запутанной. Может, окажется какой-то затруднительной. Либо, знаете, может быть, вот как вроде бы вот хотели чего-то одного, но обстоятельства сложились так, что надо будет перекроить. Перекроить, перерисовать картинку. То есть, все переиграется иначе. Не так, как вы планировали. Вполне, кстати, связано с нежданчиком. Вполне. может, вы рассчитывали денежки получить из одного источника, вот, а получили из другого, а того нет. И вот как-то и вот, или были нацелены на одни расходы, а фактически получились совсем другие расходы. Не сказать, чтобы их больше стало или меньше, может, просто их структура этих расходов поменялась. И вам приходится, вот как говорится, хошь-не-хошь, а перерисовывать свою смету расходов и доходов. Да, перерисовывать свои желания, подгонять, точнее, подгонять свои желания с реалиями, с фактическим наличием того, что есть у вас в финансовой сфере. Вот. А может, кто-то из вас просто-напросто припрячет в кубышечку в тайне от семьи, от партнерши, там, ещё от кого-то, от партнёров, в тайне припрячет какую-то энную сумму. Тоже может быть вполне отложит, как говорится, себе потихонечку и никому ничего не скажет. Такой вариант не исключён. Дальше идём. Отношения. Отношения для тех, кто в паре. Выпала десятка мечей. Ну, не сказать, что отношения гладкие, нет. Ну, могут быть шероховатости. Могут быть шероховатости. Ну, вот мне эта карта больше говорит о том, что если у вас была какая-то размолка, какое-то недопонимание со своей партнёршей, то декабрь месяц это всё закончится. Да, всё закончится. Уж как оно разрешится, в какую пользу, это другой вопрос. Но проблема разрешится, конфликт разрешится. Вот. Также, может быть, для кого-то декабрь месяц станет решающим в отношениях. То есть, вы для себя, может, примите какое-то решение окончательно, и оно вам нелегко далось, это решение, вы много об этом думали, очень для вас это было болезненно, но факт остаётся фактом. Декабрь будет как раз именно месяцем точки. Да, расставление точки над Ги. Вот как-то так, дорогие мои. Идём дальше. Личная жизнь для свободных козерогов. Здесь у нас выпала двойка жезлов. Ну, здесь всё нормальненько, вроде бы, как появится какая-то интересная особа, которая привлекёт ваше внимание, но торопиться особо вы не будете на сближение, скорее всего, вы начнёте собирать о ней информацию, причём очень подробно, может, даже где-то следить, может подглядывать, изучать её со всех сторон. То есть, вот как-то вот так, понимаете. И месяц, в общем, так он и будет, изучением этой кандидатуры. Да, изучением. А может, наоборот, на вас обратит внимание какая-то женщина, девушка, и будет оказывать вам знаки внимания, и, как говорится, и у вас встанет вопрос выбора, что дальше-то с ней делать, как говорится, идти навстречу, не идти, вроде бы, как-то всё так это неожиданно. Кстати, вполне может и по нежданчику быть. Но двойка жестов, конечно, пока не говорит о каком-то тесном сотрудничестве. Больше вот о переглядывании, о переглядывании, о подсматривании, об изучении друг друга. Даже, знаете, может, даже будете в себе разбираться. Надо вам это или не надо? Подходит вам или не подходит? Понимаете? И вообще, что вам надо? Может, даже просто без появления объекта внимания. Возможно, вы будете для себя решать, что вам делать. Оставаться дальше в свободном плавании или всё-таки, как говорится, займить себе подругу. Вот как-то так. Что уйдёт? Восьмёрка мечей. Уйдут страхи. Уйдёт нерешительность. Уйдёт какие-то моменты, которые вам не давали покоя. Всё это уйдёт. всё. Перестанет. Уйдут тревоги. Да. Уйдут тревоги. И слава Богу. И просто замечательно. Освободитесь вы от этой тяжести. Освободитесь от страхов, от тревог, от разочарований. Как говорится, выберитесь на свет чистым и обновлённым. Что касается того, что придёт. Здесь карта мир. Придёт новый этап. Новый этап вашей жизни. Новый этап чего-то, в чём-то. Может в отношениях, может новый этап в работе, в бизнесе. Но самое главное, что именно вы начнёте что-то новое. Что-то новое. И отбросите всё старое, что вам может быть надоело, или не приносит вам уже удовольствия, или не приносит пользы. всё это останется в прошлом. И начнётся новая полоса. Вот как-то так, дорогие мужчины-козероги. Что получилось, то получилось. Ну, не важно, что получилось. В любом случае, я вам желаю, чтобы декабрь был у вас позитивным, положительным, доходным, любвеобильным. И вообще, чтобы всё было хорошо. Будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. Приветствую вас, уважаемые мужчины-водолеи. Приветствую гостей канала. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на декабрь 2019 года для мужчин, рождённых под знаком водолей. Итак, какие события ожидаются в этом месяце? Как говорится, что уйдёт, что придёт и так далее. Начнём с фона месяца. Каким будет фон месяца декабря? Так, пятёрочка жезлов. Какие события в сфере работы? Какие события в сфере бизнеса? Какие события в финансовой сфере? Как сложатся отношения с вашей партнёршей для тех, кто в паре? Как сложатся отношения для тех, кто свободен? Что уйдёт в декабре и что придёт в декабре? Итак, начнём трактовочку. Так, всё вроде бы видно. Фон месяца. Пятёрка жезлов. Ну, напряжёненький фон. Напряжёненький. Ничего не скажешь. Возможно, придётся с кем-то поспорить, отстаивать свои права, отстаивать справедливость, прилагать больше усилий для того, чтобы чего-то добиться, чем это требует, на что больше рассчитывали, что думали, что легко будет, а на самом деле может оказаться, это потребует больше времени и больше сил, скажем так, больше каких-то усилий, что ли, силы воли приложить. Ну, напряжённенький. Напряжённенький месяц. Ну, давайте посмотрим конкретно по сферам. Где такое может быть? Вот сфера работы. Кто по найму? Здесь король Пентакли. Ну, король Пентакли товарищ обеспеченный, богатый, состоятельный. Здесь, как говорится, для кого-то он может проиграть как в роли начальника своего. Начальника очень требовательного, дотошного, педантичного, скажем так, нацеленного на получение как можно больше дохода, ну, на получение больше денежек. Поэтому расслабиться такой товарищ вам не даст. Это однозначно. И халява тут не прокатит. Вот. Конечно, может для кого-то быть другой вариант, что такой товарищ возьмёт вас под своё крыло. Так сказать, станет вашим покровителем. Ну, в данном случае тогда перед вами просто откроется широчайший коридор возможностей. Возможности и преференции, что ли, бонусов. Но имейте в виду, что это опять же будет не халява. Это придётся просто работать и доказывать. доказывать доказывать на деле своё мастерство, своё умение, что вы действительно можете быть полезным. Вот как-то так. Кто ищет работу, да, есть шанс найти её, но опять же, лучше воспользоваться рекомендациями солидного какого-то мужчины. Это быстрее у вас получится найти работу, чем, допустим, вы будете сами. Потому что туда, куда вы будете приходить, там придётся очень тщательно доказывать, что вы стоите этой работы, что вы соответствуете тем требованиям, которые предъявляет эта организация. да. данное покровительство, оно открывает больше возможностей для трудоустройства, чем, допустим, если вы придёте с улицы. Кто занимается бизнесом? Здесь выпала карта правосудия. Ну, могут быть какие-то судебные разбирательства, могут быть какие-то юридические заковыки, выяснения, могут быть юридические оформления документов вместе с юристами, с помощью юристов. То есть, такие, знаете, спорные и напряжённые моменты, где вам не обойтись без помощи специалистов в этих вопросах. Может, это, кстати, быть какая-то проверка, где вам придётся доказывать, что вы всё делаете правильно, что ничего не нарушаете. Но проверка будет жестковатая и непростая, скажем так. Так что, если вы ожидаете подобное, подготовьтесь. Финансы. Выпала восьмёрочка жезла. Ну, тут, как говорится, момент такой. Придётся делать выбор. Придётся делать выбор. Может, этот выбор будет связан с тем, что вам предложат где-то работу. Работу с большей зарплатой. Но настоящая работа, где вы сейчас, допустим, она, в принципе, вас устраивает в плане, моральном плане, но зарплата ниже. И вот такой трудный будет выбор, что либо пойти в неизвестность, но на большую зарплату, либо остаться вот в этой зоне комфорта, которая у вас уже есть на данный момент, где вы всё знаете, все, как говорится, гвоздики, все газокорючки, вам тут комфортно и спокойно. Вот. Но, тем не менее, там зарплата больше. То есть, понимаете, финансовый вопрос в этом месяце, в декабре месяце будет, потребует от вас большего внимания, большего напряжения, скажем так, или энергетических вложений, энергетических вложений в получение этих денег. То есть, не всё будет просто, друзья мои, не всё будет просто. Может, как раз пятёрка жезлов, она и говорит, что придётся отстаивать свои финансовые интересы. Либо перед какими-то структурами, либо перед своими клиентами, либо перед партнёрами. Вот. Но, выбор, да. Гвоздь, как говорится, этого месяца в финансах, это будет выбор. Что касается отношений, для тех, кто в паре, здесь выпала девяточка мячей, ну, какие-то волнения будут, какие-то переживания, может быть, даже какое-то недовольство отношениями. Вот. Я не скажу, что начнутся какие-то выяснения с партнёршей, что, как говорится, вот я хочу так, а ты вот делаешь не так, и так далее. Нет. Вот вроде бы всё устраивает, но чего-то не хватает. будет присутствовать своего рода страх, что ли. Страх пойти против своей партнёрши, на что-то настаивать перед ней, чего-то доказывать ей. Страх в том, что вы не уверены будете, чем всё это дело закончится. Страх потерять именно то, что вы на данный момент имеете. Ну, либо поведение вашей партнёрши заставит вас войти в такое состояние переживаний. Да, переживаний. Может быть, вполне. Ну, вот что она там может вам, как говорится, преподнести сложный вопрос. Может, это будет касаться финансов, что, может быть, потребует больше внимания к себе. Тут, как говорится, у каждого своё. трения могут быть, шероховатости тоже могут быть. Ну, единственное, знаете, что успокаивает всё-таки девятка мечей, она больше показывает ваше внутреннее состояние, ваше внутреннее переживание, вашу внутреннюю боль. А вот выйдет ли это наружу, это, кажется, большой вопрос. Скорее всего, вы будете скрывать своё состояние и с боязни, чтобы не сделать хуже. Вот как-то так. Что касается свободных водолеев, здесь выпала карта сила. Угу, карта сила. Ну, скажем так, партнёрша новая может вполне появиться у вас, дорогие водолеи, вполне. Но она будет непростая. Непростая. Скорее всего, это будет женщина с таким волевым характером, знающая себе цену и требующая к себе именно того отношения, ну, вот, которого она хочет. Да. и тут другого варианта нет. Если вы захотите с ней отношений, какого-то союза, то вам придётся, ну, не сказать, чтобы подчиниться, подчиниться ей, ну, скажем так, пойти на отношения на её условиях. Причём, вы знаете, вы можете даже не заметить, как вы именно пойдёте на её условия, можно сказать, добровольно, потому что она умеет это делать, она умеет манипулировать, чушь там говорить, назовём своими именами, она умеет манипулировать, она умеет различать, где у вас слабые места и как этими слабыми местами оперировать в свою пользу. Да, на какие, как говорится, струны нажимать, чтобы была та музыка, которая ей нужна. Так что вот такие дела у вас могут сложиться в декабре месяце. Ну, а там уж вам выбирать, смотрите по обстоятельствам, конечно, подходит вам эта женщина, но я думаю, что она вас заинтересует, заинтересует, может быть, как раз своей нестандартностью, непохожестью на других, может, как раз своей вот этой сильной энергетикой, волевой энергетикой, уверенностью в себе. Ну, жизнь покажет. Дальше, что уйдет? Карта влюбленная. Карта влюбленная. Не исключено, что в декабре месяце распадется чей-то любовный треугольник. Да, если у вас была связь еще с одной партнершей, то в декабре, похоже, вот такому тройственному союзу придет конец. Или у вашей партнерши был партнер, кроме вас еще, то тоже придет конец. Другой вопрос кто останется в этом треугольнике? Кто останется? Это уже, как говорится, тут надо смотреть отдельный расклад. В общем раскладе здесь не увидеть. Но, тем не менее, факт остается фактом. Что еще? Не исключено, что вам обстоятельства заставляли сделать выбор в пользу чего-то. Или даже кого-то. Не обязательно любого треугольника, может, какого-то делового партнера или еще. Вы, может, долго не решались, кого все-таки выбрать или что выбрать. Так вот, декабрь месяц вы, наконец-то, этот выбор сделаете. И эта проблема от вас уйдет. Что придет? А придет тут жезлов. Прекрасная карта, появится новый прилив сил, новый прилив энергетики, новые планы, новые задачи, как говорится, новый импульс желаний, причем желаний очень сильных, таких вот прямо хоть сейчас, как говорится, на коне заскакивай или по машину падай вперед, чтобы только вот это желание сбылось и получилось или осуществилось. Да. Новые порывы желаний. Что за желания? Ну, не знаю, дорогие водолеи. Тут, как говорится, у каждого будет все свое. Вот такой расклад получился интересный, энергичный. Ну, я скажу так, скучать не придется. Скучать не придется. Ну, я напоследок, конечно, вам желаю, пусть все будет гладко, пусть все будет шоколадно, пусть все сладится, пусть все получится. Вот. Здоровья, любви, денежек. И будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, уважаемые мужчины рыбы и гости моего канала. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на декабрь 2019 года для мужчин, рожденных под знаком зодиака рыбы. Итак, какие же события ожидаются в декабре 2019 года. Давайте посмотрим. Каким будет фон месяца? Какие события ожидаются в сфере работы? Какие события ожидаются в сфере бизнеса? И какие события ожидаются в финансовой сфере? Так, как сложатся отношения для тех, кто в паре? А какие события ожидаются в личной жизни у тех, кто свободен? Что уйдет в декабре? И что придет в декабре? Вот такие карты у нас получились. Давайте попробуем, как говорится, потрактовать их, растрактовать. или объяснить. Так, фон месяца семерка жезлов. Семерка жезлов говорит о том, что в декабре месяце вам придется выстраивать какую-то линию защиты. с какими обстоятельствами это будет связано, трудно сказать в общем раскладе. Но, тем не менее, защита это понадобится. Кто-то, вероятно, может в декабре месяце что-то скрывать. Причем, скрывать это очень надежно. Не просто обэкап как, вернее, а довольно основательно умеючи, используя серьезные такие методы и способы, чтобы, знаете, как говорится, чтобы навечно кануло. Ну, допустим, как вплоть до того, что уничтожить документы, чтобы, как говорится, не подтвердить факт какого-то, как говорится, какого-то события или какого-то действия. Вот вплоть даже до этого, может быть. Ну, давайте посмотрим по сферам, где это может такое проявиться. Ну, если взять работу, события по работе, ну, здесь вообще все просто прекрасно, друзья мои. Шестерка Пентакли, она говорит о получении каких-то денег, причем даже неожиданных. Это может быть премии, это может быть бонусы, может какие-то неожиданные подработки за счет той работы, где вы работаете. Вот. Да. Для кого-то, может быть, это выплата долгов по зарплате за предыдущие месяцы. К сожалению, у нас такое тоже встречается. Кто-то, может быть, получит полностью за декабрь месяц зарплату или зарплата будет ваша, оплата вашего труда будет несколько выше, чем вы отожидали. Ну, в любом случае будет какой-то финансовый сюрприз на работе вас ожидает. Какой-то финансовый сюрприз. Или какой-то сюрприз, связанный с неожиданным событием, приятным событием. Может, вполне по продвижению карьеры. Может, кому-то посодействует, кто вот особенно ищет работу. Да и не обязательно, кто ищет работу. Поступит предложение, очень заманчивое предложение по работе. С хорошими, как говорится, зарплатами и бонусами, и прилегающими к ним, как говорится, этими самыми бонусами. Вот. Положительная карта. Здесь никаких, как говорится, критических моментов абсолютно по этой карте не идёт. Только приятный сюрприз. Какой, сложно сказать. Это у каждого из вас свой будет. Что касается бизнеса. Здесь, значит, выпала карта отшельник. Приостановочку вы сделаете какую-то. Может быть, приостановочку в развитии своего бизнеса. Может, чтобы обдумать, что-то взвесить, проанализировать. Но, по крайней мере, ваш бизнес в декабре месяце может заставить вас задуматься. Да. Может, обстоятельства так сложатся. Может, вы сами чем-то будете недовольны и решите, как говорится, что-то поменять. Но, тем не менее, значит, декабрь будет месяцем раздумий. А может, кто-то просто-напросто расслабится и уйдёт в отпуск. И, как говорится, переложит свои полномочия на своего помощника или партнёра, кому вы доверяете. А сам отстранится от управления бизнесом и будет заниматься своими делами. Такой вариант тоже может быть. Финансовая сфера. Двойка чаш. Ну, вот как раз то, что я говорила. Просто-просто-просто изумительно. Двоечка чаш. она говорит о том, что если даже у вас возникнут трудности, финансовые трудности, вам всегда придёт помощь. Вам помогут. также двоечка чаш может обещать, что вы найдёте в себе партнёра для дополнительных заработков или для организации какого-то своего дела. Также двоечка чаш может говорить, что вам кто-то поможет заработать больше денег. Либо кому-то придётся помогать финансово. Выручать кого-то финансово. И это тоже может быть в декабре. Ну, в любом случае финансовых потрясений не ожидается. Это однозначно. Наоборот, всё ровно, гладенько. И, в общем-то, ну, если на работе вот такая лепота, то и с финансами естественно такая же лепота. Дальше. Отношения. Как сложатся отношения. Здесь у нас двойка мечей. Ну, что сказать. Идёт какой-то нежданчик. Может, ваши отношения изменятся. Уж по чьей вине не знаю. По вашей или по причине каких-то действий вашей партнёрши. Вот. Но что-то или может кто-то вклинится в ваши отношения. И третий посторонний это тоже может быть. Третий посторонний. Кстати, эта карта может говорить и о неожиданной беременности. Так что имейте в виду. Если вы не ждали пополнения потомства, то может такое случиться в декабре казус. Вот. Ну, для кого-то казус, а для кого-то и радость. В принципе, почему бы и нет. Тут уже всё индивидуально. Но, тем не менее, факт остаётся фактом. эта сфера вашей жизни, то есть сфера отношений со своей партнёршей, она может добавить вам какого-то такого новшества. Может быть, даже шокотерапии. Ну, по крайней мере, знаете, вы не сразу сможете для себя понять, что это такое, как с этим быть и что делать. То есть, какая-то такая лёгкое недоумение или потрясение, может быть, даже ступор, что вот, что же с этим делать и как с этим быть. Для свободных рыб выпала верховная жрица. Вот, знаете, такая информация идёт, как вроде бы вы обратитесь к кому-то за помощью. за помощью. Ну, тут, как говорится, помощь какого рода. Вполне возможно, что это действительно верховная жрица, как могиня, гадалка, это тоже может быть. Может, захотите узнать свою судьбу в личных отношениях, когда вы встретите именно ту женщину, какую хотите, или наоборот, захотите с её помощью какими-то магическими способами, ритуалами привлечь внимание этой женщины к вам. Тут, как говорится, или узнать, захотите узнать очень подробную информацию женщины, которая вас заинтересовала, или которая оказывает вам какие-то знаки внимания. Но, так как вы не очень опасаетесь, вернее, вступать в более близкие отношения, и поэтому захотите узнать всё досконально об этой женщине. Что она из себя представляет, чем она занимается, что скрывает, и так далее, и тому подобное. Вот тут такие могут быть вполне разные варианты. Да, начиная от сбора информации и заканчивая, как говорится, какими-то магическими действиями. Ну, либо помощи, или вы обратитесь к помощи какой-то умудрённой женщины, которая выступит, может, в роли свахи. А почему бы и нет? Бывает и такое. Дальше, что уйдёт? Домочаж выпало, что уйдёт? Домочаж эмоциональная, чувственная, если это женщина. Если на событийность, то это, конечно, какая-то ваша чувственность, эмоциональность, какие-то, может быть, такие, может, даже переживания, может быть, какая-то капризность какая-то с вашей стороны. Вот. Хочу, как говорится, не хочу. То есть, такое, знаете, разбалансированное состояние, мешающее вам, да, мешающее, избивающее вас с ритмов. Может быть, вы не будете довольны вот этой вашей повышенной чувственностью, сентиментальностью. Вот. То есть, вот это состояние, оно у вас уйдёт. Уйдёт, уйдёт. И, как говорится, стабилизируется, станет таким, каким вы хотите. Что придёт? Паш Мечей. Что придёт? Ну, вот знаете, почему-то я сразу же посмотрел на семёрку жезлов. Вот они как-то, знаете, вроде бы говорят об одной истории, если можно сказать. Какие-то опасения могут прийти к вам. Опасения чего-то. Либо какие-то подозрения в отношении либо человека, либо какого-то дела, либо какого-то события. Не исключено, что вы начнёте собирать информацию, подглядывать, подсматривать, уж используя все средства связи. Ну, самое главное, конечно, какие-то подозрения вас посетят. Подозрения, опасения и так далее. Либо вы заметите за собою, либо вы заметите за собою своего рода слежку. Не обязательно в буквальном смысле слова. Хотя бы слежка будет выглядеть как сбор информации о вас. Причём конфиденциальной информации о вас. И вас это, конечно, может насторожить. Вот такой прогноз получился уважаемые мужчины-рыбы. Прогноз, я считаю, некритичный, довольно жизненный. как говорится, тем более месяц это всего лишь месяц. Может что-то проиграется локально, некардинально. Ну, тем не менее. Место, факты могут быть, иметь место, так скажем, в вашей жизни в декабрьской. Не забывайте, что это общий прогноз. Ну, тем не менее, что бы тут карты нам не говорили, я вам желаю, чтобы у вас всё сложилось, чтобы у вас всё получилось, чтобы денежек вы действительно заработали, чтобы ваше начальство облагодействовало, как говорится, по полной программе, вот, чтобы никаких трудностей финансов не было, вот, и, как говорится, всё было замечательно, гладко и шоколадно. И вообще, будьте здоровы и будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале.